Великий пост для каждого христианина – это не только время молитвы, но и творение дел милосердия и любви. Настоятель храма Рождества Христова города Краснодара Протерея Александр Игнатов, побывав в Краснодарском военном госпитале и узнав о нуждах находящихся на лечении воинов, благословил воспитанникам русской православной школы написать адресные письма солдатам. Для этого батюшка собрал степень и характер ранений военнослужащих, и каждому такому солдату с контузией, осколочными, огнестрельными и взрывными ранениями школьники написали письма. Здравствуйте, Игорь. Мы видим, как Вы отважно сражаетесь, спасая жизни людей, наших людей. Вас благодаря тысяче земляков здоровья обязательно будет. Пусть будет и желание жить и любить. Есть надежда помнить, что после тяжелых дней придут радостные дни. Перед тем, как написать эти письма, воспитанники школы помолились о защитниках нашего Отечества и о всех тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Отцу Александру удалось договориться с руководством госпиталя об обустройстве в лечебном учреждении молитвенной комнаты, для которой от рождественского храма была принесена икона Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Теперь в госпитале есть место, где продолжает гореть свеча веры, где можно помолиться о здравии своих близких и о упокоении погибших товарищей. В госпиталь были привезены иконы, молитвословы, нательные крестики, духовная литература и книги Нового Завета, которые были переданы в библиотеку госпиталя и в палаты военнослужащим. Господи, благослови воина Алексея! Слово Божие! Самое главное – это выздоровление. Дай посвящайся, то есть Господь тебя укрепит. Читайте Слово Божие, оно добразумит вас, да направит вас на путь спасения. Мы спросили, будете ли вы продолжать дело отцов, хранить веру и свое Отечество? Будем хранить, будем защищать. Самую жизнь свою. Попали под обстрел, под вражеский. Перевернулись на бронированной машине. Несколько раз перекрутились. Вылезли с ушибами, с травмами, с переломами. И в жилетке у меня военной, в разгрузке, сзади находилось священное писание. То, что у нас означает Евангелие, Слово Божие. И все четыре человека со мной, которые находились, ребята мои, сослуживцы, по нам работал плотный огонь с пулеметом. Вылезли без различных травм. В этот день перед иконой Богородицы был прочитан канон, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии, который патриарх Кирилл благословил служить ежедневно с прочтением молитвы о восстановлении мира. В нем участвовали не только раненые бойцы, но и курсанты военного училища, а также медицинские работники госпиталя. В молебне приняли участие юноши и девушки молодежной общины храма Рождества Христова. Я хочу поблагодарить всех этих дорогих врачей, медсестер, всех, кто заботится об избавлении телесных страданий. Хочу низко поклониться вам за то, что вы делаете в это непростое время, облегчая страдания просто человека. Не важно, какой он фрациональность, не важно, какого он цвета кожи и разреза глаз. Вы делаете Божье дело, врачевание, которое укрепит Господь и поможет вам в ваших добрых делах. А мы, особенно на картости Богородицы, молимся такими словами об укреплении ум и руки врачующих нас благословим. Помните, как за вас сердце молится, чтобы мысли ваши и руки ваши были благословены. Спасибо вам за это. В клубе на территории госпиталя собрались бойцы и офицеры с легкими ранениями, для которых была показана театральная постановка «Христианка» о жертвенной любви к Богу и ближним. В глубокой древности сказания прошли седые времена, и беспристрастное предание хранит святые имена. Простой народ, тепло и свято, сумел предание сохранить, как люди в старину когда-то умели верить и любить. Христов конкрет! И мы, врачи, седу воскресенье! Сразу после спектакля батюшка возвратился в госпиталь и, посетив военнослужащих с ранениями средней тяжести, раздал все адресные поименные письма от воспитанников православной школы. Также батюшка помазал всех маслом от гроба Господня, привезенного из Иерусалима. Господи, благослови Александра во имя Отца и Сына. Письмо Александру. Александру, смотри, вот тебе письмо от воспитанника русской православной школы. Тебе из себя от седьмого класса написал благословение. Вот, почитаешь и напишешь ему ответ. Хорошо? Хорошо. Не дай бог здорово. Вот даже два. Это от другого класса. Еще то же самое. Прям по палатам мы ходили, записывали. Помнишь имя? Да, да, да. А теперь ты уже будешь получать персональный написанник безымянным. И крестик. Спустите. Здесь право. Благослови Александра. Сына. Сына. Господи, благослови, 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 благослови. Я Александр Валерьевич, военнослужащий Адвардейской десантно-штурмовой бригады. Передаю огромный привет и огромное спасибо ученице Журавлёре Маргарете. Спасибо огромное за поддержку. за понимание и за то, что вы верите в нас, поддерживаете. Желаю вам отличных отметок, крепкого здоровья и огромного счастья. Спасибо, спасибо. Спасибо, ребята. Владиславу, у нас должно быть письмо. Владиславу, письмо у нас. Напишите потом ответ. Напишешь ответ потом. Хорошо? Хорошо. Хочу пожелать всем воинам, которые находятся здесь на излечении скорейшего выздоровления и возвращения домой, своим родным и близким, своим родителям, у кого есть, своим любимым, своим братьям и сестрам, чтобы поскорее молитвами для Святой Богородицы. На нашей земле поцарился мир. Вот об этом мы с вами сегодня молились. Этого желаем друг другу. И всем тем, кто здесь находится на излечении, лечит, помогает, кормит. И всем тем, кто пришел сегодня помолиться. Наша молодежная община, которая также сегодня приняла участие в этом очень важном и полезном деле. Спасибо всем, Христос!